Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем наш марафон, связанный с обсуждением разных заблуждений. Я, кстати, очень надеюсь на обратную связь, поэтому скажите мне, когда посмотрите наши ролики, что я упустил. Может быть, о чём-то надо будет поговорить более подробно. Ну а пока поговорим про йогу. Что такое йога? Давайте начнём с самого начала, как меня и учили всегда. Разберёмся с самим термином и откуда он произошёл. Йога – это слово на санскрите и имеет вполне себе перевод на русский язык. И перед тем, как я вам отвечу на вопрос, а как же это слово переводится на русский, я хотел бы задать вам, собственно, риторический вопрос. А вы знаете, как переводится слово «религия»? Ведь религия, например, христианство – это религия, ислам – это религия, индуизм – это религия. Как слово «религия» переводится? Это латинское слово, не санскрит, это латинское слово. И вот, собственно, носители латинского языка, ныне уже мёртвого языка, такие как лактанцы или августин, они говорили, что религия – это происходит от глагола «ре-лигаре», который, собственно, переводится с латинского как «связывать-соединять», потому что «ре» – это приставка в возобновление процесса, то есть возобновление некой связи, соединения. Ну, скажите мне, а вот христианство как религия, кого с кем соединяются и связаны? Очевидно, человека и Бога. Когда-то Бог и человек находились в состоянии гармоничного единства. Адам и Ева, первые люди, ходили перед лицом Бога, общались с Ним непосредственно, получали от Него заповеди, говорили с Ним, выполняли Его какие-то рекомендации, связанные, например, с дать имена всем животным. А потом эти гармоничные отношения были разрушены грехопадением. Так вот, религия – это то, что возобновляет потерянную связь. Но почему я начал говорить про йогу, а сейчас говорю с вами про религию? Какое-то соединение, связь. Да потому что слово «йога» с санскрита переводится ровно так же, как слово «религия» с латинского языка. Йога – это и есть религия. Но вы скажете мне, ну йога – это вот дыхательные упражнения, это растяжка, это какие-то позиции. Это для того, чтобы у меня было хорошее самочувствие, настроение, чтобы, значит, у меня спина не болела и прочие-прочие вещи. Но вообще-то нет. Про хорошее самочувствие и настроение, про спина не болела и растяжку – это физическая культура называется. А йога – это религия. Так само слово переводится, так оно и означает. Второй момент. А откуда пришла к нам йога? В какой среде йога появилась? Пришла она к нам из Индии. Из какой среды? Из среды людей, которые не просто практикуют религию, не просто какие-то, извините, миряне. Это люди, которые всего себя посвятили служению их индийским богам. Вот они таким образом служат своим индийским богам. Целью йогических практик является не просто, чтобы спина не болела и хорошее настроение отвлечься. Целью четко, внятно, конкретно, заявленной цели. Является освобождение Атмана из-за вот этого сна разума под названием Майя. Вот что такое. Это вполне себе религиозные практики. Какие есть религиозные практики в православии? Это крестное знамение, это земные поклоны, это дисциплина постов, как одновневных, так и многодневных, это чтение псалтыри, это пение на литургии. Вот если я все это перечислю, выясняется, что это все вполне себе религиозные вещи. Если я буду совершать земные поклоны с Иисусовой молитвой, конечно, я подкачаю себе спину. У меня будет достаточно хороший пресс. Отсутствие пресса показывает, что я не очень много земных поклонов совершаю. Если я буду петь во время литургии длинными великопостными богослужениями, то, соответственно, у меня будет и объем легких расти, и, значит, и голос у меня станет уверенным. Если я буду читать псалтырь постоянно, ежедневно вслух, то у меня и дикция исправится, и все остальное. Ну скажите мне, разве для этого все наши православные духовные упражнения нужны? Разве для того, чтобы у меня спина не болела, кубик прессом и легкие увеличились, мы совершаем все то, что я перечислил? Конечно же, нет. Мы все это делаем для одной единственной цели. Освобождение себя от страстей, от власти ада и греха, и, собственно, прославление Бога с единственной мечтой Царства Небесной. Теперь вернемся к йоге. А зачем эти самые йогины, то есть те, кто практикуют йогу в той самой Индии, все эти дыхательные практики совершают, все эти ноги непонятно куда закидывают, во всех этих странных позах стоят. Для того, чтобы у них нервов было поменьше, для того, чтобы спина не болела, ну, смешно. У них есть четкая и конкретная задача религиозного значения. Но мне кто-нибудь скажет, да что вы, батюшка, вечно вы свою религию приплетаете, это, наверное, у вас какие-то профессиональные искажения. Может, вам тоже йогой заняться, дыхательными практиками, чтобы успокоиться по этому вопросу. Нет, я заниматься дыхательными практиками йогическими не буду, потому что я знаю, что это такое. Но даже если вы приходите в спортивный зал, и ваш тренер по йоге ничего вам не говорит про сон сознания, майю, про атмана, а просто говорит, что это ваши физкультурные какие-то мероприятия, это не значит, что так оно и есть. Есть два возможных причины, почему он так говорит этот человек. Во-первых, она сама обманутая, несчастная, обманутая женщина, которой не хватило настойчивости разобраться в этом вопросе более серьезно. Во-вторых, это просто один из элементов вербовки. Я, как преподающий сектоведения, есть такая научная дисциплина, связанная с сектами, могу вам, как профессионал сказать, в разных религиозных группах деструктивного и даже тоталитарного характера существует несколько способов вербовки и завлечения в эти самые сектанские собрания. И одним из элементов этих вербовок является анонимность. То есть, если сектант скажет, здравствуйте, я сектант, пришел для того, чтобы вас поработить, ну, так говоря, такого слушать не буду. А если он скажет, я рассказываю вам о культуре древней Индии, научу вас готовить вкусные десерты из риса и меда, а также, как правильно взвернуться в саре и танцевать индийские танцы, то это может быть интересно. А потом выяснилось, просыпаясь, а ты уже завернутый в оранжевую простыню, идешь по улицам и кричишь, как не в себя, Харе Кришна, Харе Рама, раздав все свое состояние лидерам этой самой секты и потеряв бессмертную душу, посвятив эту самую душу на некому индуистскому божеству по имени Кришна. То есть начинается все очень, очень все с милого и пушистого. Часто бывает так, что человек приходит заниматься благотворительностью, а вот он уже, как это случилось в 1978 году, в джунглях Гаяны, в Джонстауне, узнайте, пожалуйста, что такое Джонстаун, выпивает из пластикового стаканчика яд по приказу своего религиозного вождя, Джима Джонса. Как это благотворительность и самоубийство во славу Джима Джонса связаны между собой? Потому что там есть этапы. Начинается все с конфессиональной анонимности. Или, например, другим очень важным элементом вовлечения в секту. И я бы сказал даже используя такой красивый оборот. Один из этапов подготовки к продаже души в сатане является декларация других задач. То есть, предположим, меня вовлекают в служение неким придуманным сущностям. Вот, есть церковь саентологии, авторская религия американского неудачного фантаста. Как же его? Лафаэд Рон Хаббард. Так вот, вербовщики в эту самую церковь саентологии на первом этапе вербовки скрывают цели этой религиозной, деструктивной и в высшей степени тоталитарной организации. Они говорят, это важно, они говорят о психологических практиках, о том, что научат быть уверенности. Они говорят о том, что помогут бороться со стрессами и влиять на людей. Они помогут раскрепоститься, извините, в сексуальной жизни и даже победить наркотические и прочие зависимости. Человек слушает и говорит, ну, вообще-то это востребованные вещи, это хорошо, это здорово. У кого нет психологических проблем? У кого нет проблем в общении с недоброжелателями? У кого не бывает конфликтов в рабочем коллективе, особенно, извините, женский коллектив? Да, ну, я не знаю у кого. И поэтому все нуждаются в этой поддержке и помощи. но человек, попадая на этот крючок, очень скоро замечает, а может быть и не замечает вообще никогда, что он находится в религиозной организации, где все эти психологические методики были лишь уловкой, сыром в мишуловке, аппетитным червячком, который рыбак нанизал на крючок. Так же и с йогой. Наверное, очевидно, что не надо во славу сатане резать кошек на кладбище в ночь на страстную пятницу. Вот точно так же не надо использовать для того, чтобы спина не болела. религиозные обряды индуистской религии, коей является йогой. Простите за то, что был вынужден в этом контексте познакомить вас с другими сектами, такими, как общество сознания Кришны или церковь саентологии, но это было необходимо для иллюстрации. Задавайте вопросы и хранит вас Господь от глупостей. История Корректор